Основатель телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марк Новиков. Марк, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Привет, привет. Радость, как всегда, радость снова видеть тебя в нашем эфире. Вот мы сейчас пока шли новости, с Виталием как раз тут сидели и спорили в студии, как Байден отреагирует на гибель американских солдат на Ближнем Востоке. Вот я говорю, что по социологии считанные проценты американцев вообще интересуются внешней политикой. Виталий говорит, нет, когда убивают солдат, это перестает быть уже внешней политикой, американцев это, да, трогает, и Байдену надо будет на это как-то адекватно отреагировать. Вот что ты думаешь по этому поводу? Рассуди нас. Ну, я внимательно наблюдаю за тем, что здесь пишут местные СМИ на этот счет, и как они реагируют. Стоит заметить, вот сейчас в предвыборный период, конечно, республиканцы и, скажем так, право, умеренные правы СМИ, конечно, эту тему сразу зацепили и начали ее разгонять. Значит, тезис центристов, право центристов и правов примерно такой. США утрачивают фактор сдерживания на Ближнем Востоке. Значит, вот эта конкретная трагедия, этот инцидент с гибелью трех военнослужащих и ранениями 34, переди которых, кстати, несколько тяжелых ранений, рассматривается в череде подобных событий. То есть мы знаем о почти 190 атаках на американские базы в Ираке и Сирии за последние 2-3 месяца, да, с начала войны с Хамасом. То есть это рассматривается в череде этих событий. Логика примерно такова. США не отвечали практически никак на вот эти более чем 100 атак, которые начались с начала войны с Хамасом. И эти атаки совершенно как бы логично завершились гибелью, потому что когда ты стреляешь даже шахедами по военным базам, которые в большинстве случаев сбивают, да, то, конечно, статистически, да, вот один из 190, условно говоря, да, может попасть по этой базе и убить людей. Соответственно, это произошло. Сейчас этот конкретный инцидент обсуждается вот не в контексте конкретной трагедии, а в контексте того, как США следует возвращать фактор сдерживания на Ближнем Востоке. Опять же, все это только в республиканских, значит, стрессах массовой информации, а также в независимых, центристских и правых, да. Все же, что касается левой повестки, левоцентристской повестки, то там, конечно, ситуация принципиально другая. Там обсуждается то, как и когда, как вообще так получилось, что там есть базы, значит, американские базы в регионе, для чего США нужно присутствовать в Сирии, в Ираке, и обсуждается то, как и когда администрация должна была оттуда их вывести, чтобы не допускать подобных инцидентов. И, собственно говоря, обсуждается будет публикация недавняя на этот счет в Foreign Policy, которая началась публикация, которая рассказывала о том, что, да, у США есть планы выхода из Сирии, которые потом были позже опровергнуты официальной администрацией, но тут ни для кого не секрет, что это такая плохая мин при... Все понятно, что они оттуда выходят. Буквально на днях премьер-министр Ирака подтвердил о том, что, да, в США есть диалог на предмет того, когда и как они выводят свои войска не из Сирии, на минуточку, а из Ирака. Сейчас эти разговоры приостановлены, потому что США не хочет заниматься выводом своих войск на фоне продолжающихся атак. Ну, условно говоря... Потому что тогда они будут выглядеть просто как проигравшие в этой ситуации. Они не хотят, да, как в Афганистане. Да, но это значит, вот еще раз, если по спектру посмотреть, левая часть американского общества обсуждает, как скоро можно вывезти оттуда войска, почему мы пришли к этому моменту, да. Правая часть обсуждает фактор сдерживания, но фактически то, что мы имеем... Оставьте как бы спекуляции. Мы имеем то, что за годы президентства Байдена США действительно утратили фактор сдерживания на Ближнем Востоке. Началось это с таких, скажем так, скромных попыток атаковать эти базы несколько лет назад. Это были единичные атаки дронами, единичные атаки ракетами. США ничего не предпринимали в ответ. Сейчас это стало абсолютной нормой. Ну, то есть буквально солдаты сидят там по бункерам, да, они просто знают, что в любой момент он может прилететь. И вот к этой ситуации привела политика вот этой администрации. И это признают, кстати говоря, и справа, и слева. То есть вот это ставит в укор Байден. То есть позиции Байдена ухудшаются в любом случае. Как бы и справа его критикуют, и слева его критикуют. То есть эта тема действительно обсуждается сейчас, но она не главная тема в пользу тезиса ЦВИ. Она одна из тем обсуждается. И она обсуждается вот в контексте Ближнего Востока, в контексте Израиля, в контексте войны, значит, вот с хуситами и так далее. То есть вот она одна, такой отдельный как бы сегмент, отдельный айтем вот в этой большой дискуссии. И, конечно, это не главный. Марк, я вижу еще один тезис, что типа не по кому наносить ответный удар. Это поразительный, конечно, тезис. Просто поразительный тезис. То есть вот смотрите, есть, значит, это Гидра, да, Иран, который буквально свою щупальню спустил во все соседние страны, куда только могла тянуться. Но Никки Хейли прям так и говорит, что удар надо наносить по Ирану, а не заниматься там какой-то ерундой. Я вот сегодня утром слушал интервью бывшего посла, значит, в Марокко, посла США в Марокко, который говорил о том, что, конечно, США нужно наносить удары по заводам, по производству шахедов в Иране, потому что это убьет сразу двух зайцев. Это, во-первых, даст понятный сигнал, что нельзя использовать эти дроны против нас в регионе, иначе мы начнем разрушать вашу индустрию. Во-вторых, это в треке ситуации в Украине, войны в Украине, продолжающихся поставок шахедов России, да, это тоже подает совершенно понятный сигнал, да, то есть это, на мой взгляд, было бы оптимальным, центристским, сдержанным решением, да. Но, насколько я понимаю, это сейчас не на повестке, обсуждается сейчас, вот то, что я читаю сейчас со ссылками на разные источники, на всякие лики, да, на всякие утечки, обсуждается возможность нанесения ударов неким шиитским милициям, вот разным там шиитским милициям, значит, в Сирии и в Ираке. Те, кто ракеты, те, кто запускал эти дроны, собственно. Да, но даже тут я сегодня прочитал после заявления, значит, этих шиитских милиций о том, что они больше не будут атаковать американские базы, мы так больше не будем, да, и после заявления РАНа о том, что, значит, они призывают, значит, к миру тут в регионе, да, есть информация, вот она в арабских СМИ сейчас распространяется, о том, что конкретные базы в Сирии, вот эти шиитские, были предупреждены о том, что по ним будут нанесены удары, им дано какое-то время, я полагаю, несколько дней, для того, чтобы эвакуировать. Это очень похоже на то, что у нас было с сараями в Газии, да, в данной войне. Фантастика. Да. Слушай, но в демократической партии, позиции демократической партии понятны. Три года назад, вот как раз, да, 21 января была инаугурация Байдена. Байден всеми силами стремился к возвращению в иранскую ядерную сделку. Он готов был любой ценой, но иранцы, как всегда, не упустили возможность упустить эту возможность. Это не произошло по ряду причин. Прошло три года, но в таком возрасте, конечно, уже люди быстро не меняются. Но вот я не думаю, что он прошел за эти три года путь от возвращения в сделку любой ценой до нанесения ударов по территории Ирана. Я полагаю, что какие-либо возможности заключать сделку в действительности не существует. То есть иранцы здесь играют долгую игру. Это мы могли наблюдать с момента заключения сделки и разрыва этой сделки Трампом. Происходит следующая ситуация. Раз в два года, можете посмотреть по календарю, я специально себя проверял, что возникает в прессе информация о том, что какие-то европейские посредники начинают разговор о возможности возвращения в сделку. Эти разговоры настолько долгие, настолько затянутые, и там обсуждается вот эта вся чепуха, и на самом деле не имеющая отношения никакого к делу, что за время этих переговоров, за многие сообщения об этих переговорах, сменяется политический цикл в США, и начинаются новые выборы. И переговоры эти прекращаются. Соответственно, Иран использует факт этих переговоров для того, чтобы сказать, что мы готовы к деэскалации. Вот вы видите, мы даже за столом переговоров в Вене сидим. При этом никаких подвижек здесь не происходит, и Иран просто тянет время для того, чтобы дальше заниматься своей программой. Сейчас мы знаем, что Иран запускает уже спутники, у них есть ракетная программа, у них уже есть обогащенный уран для того, чтобы можно было создать три устройства. Мы все это знаем, это уже ни для кого не секрет, и МГТ там подтверждает и так далее. И вот разговор об этих переговорах, он всегда начинается с началом нового президентства в США. Я полагаю, я не знаю, кстати, если Трамп будет выбран, будет ли это вообще трек воскрешен, вероятнее всего нет, но я полагаю, что если бы победил на следующих выборах Байден, то, конечно, эта тема бы сразу появилась в первый год. Но Трамп как-то так вообще молчит про внешнюю политику. Вот вообще, от слова совсем. Да, правильно делают, потому что внешняя политика совершенно неинтересна американскому избирателю. Американцы, ну и, скажем так, ядерный электорат Трампа, они устали от вмешательства США в различные конфликты. Мы знаем позицию трампистского вот этого круга, этой магии, да, по отношению к Украине. Вот эта странная, совершенно странная позиция, которую вообще непозможно никак объяснить. Да, мы знаем позицию Трампа общую относительно того, что нужно, значит, фокусироваться на внутренних проблемах США. Вот эта часть как раз более-менее объяснима, да. Их интересуют мигранты, их интересуют рабочие места, их интересуют налоги, но никак не внешняя политика. Хотя они не понимают просто, что все это связано с внешней политикой. Ну, я правильно понимаю, что это вот повестка, которую только Ники Хелли двигает? Я имею в виду вот эта вот тема Третьей или Четвертой мировой войны, которая вот сейчас начинается, а Соединенные Штаты, получается, немножко вне игры находятся? У Ники Хелли это тоже не первое место занимает в ее риторике, просто у Ники Хелли эти тезисы достаточно ярко звучат, потому что она, в отличие от всех остальных кандидатов, достаточно компетентна в этой теме. Она понимает ситуацию в мире. Она, наверное, сейчас один из самых больших профессионалов публичных политиков в США относительно международной повестки. Она знает, как устроен ООН, она знает, как устроен Ближний Восток, она знает, кто какие решения, где какие группы интересов и так далее. Она об этом говорит открыто. И вот эта открытость ее, то, как она об этом говорит, оно, конечно, звучит очень свежо на фоне понятной такой совершенно коммунистической, шершавого языка политплаката, в котором изъясняется Байден на эту тему, и полного такого невежества, грубого невежества в языке, в котором пользуется Трамп, описывая эти проблемы. У Хейли все-таки есть шансы? Или, скорее, она будет вице-президентом у Трампа? Вот я к вам пришел, смотрите, у меня, я себе нашел историческую такая футболку, смотри, я вам покажу. Видите, Хейли. Да, Хейли 2024 брылит. Поэтому я сразу должен сказать, что... Но если Трамп сойдет с дистанции из-за судебных своих дел, то Хейли автоматически станет кандидатом от республиканской партии. Это, я думаю, одна из стратегий, которую они выбрали. То есть на Трампа заведено сейчас 91 дело. Это, конечно, поразительно. И эти дела просто вот они каждый месяц десятками добавляются. 91 дело. Но они просто клонируются по разным штатам. Там, в общем-то, обвинения примерно одни и те же. Да. Как мы с вами говорили, даже если Трамп будет обвинен, и даже если он будет осужден, и даже если он попадет в тюрьму, практически по всем пунктам обвинений, которые ему предъявляются, он сможет и баллотироваться из тюрьмы, и победить из тюрьмы, и даже сам себя оправдать. Поэтому я понимаю, здесь есть расчет. Кроме мятежа. Если в мятеж, то тогда не может. Да. Кроме отдельных пунктов, связанных, например, предательством национальных интересов, связанных с мятежом. Но я, опять же, я, честно говоря, не верю, что это вообще возможно, что его не допустить. Ну, не верю. Я просто несложно ответить, возможно, ошибать. Но, говоря о шансах Гелли, у нее на самом деле неплохо прошли вот эти праймерис Ньюхемпшера. Она, конечно, проиграла, но она проиграла не с каким-то результатом типичным для праймерис. То есть у них разница была там 46% против 52-х, если я не ошибаюсь. То есть не такая уж и большая разница. И, конечно, статистика против нее. Ну, то есть мы должны понимать, что Ньюхемпшера начинала год назад ровно с двумя процентами поддержки. Мы, кстати, как раз в эфире лучшего радио об этом говорили. Сейчас у нее вот такая поддержка, да. Она единственный альтернативный кандидат Трампу. Я полагаю, что она, конечно, была бы идеальным кандидатом, потому что вот в этой битве, значит, жабы с гадюкой, да, условно говоря, как это воспринимают американцы, да. Значит, старый немощный Байден, который нужно сменить, и Трамп, который приносит с собой столько противоречий, да. Конечно, здорово было бы, чтобы это была женщина, чтобы это была женщина-консерватор, которая устроила бы многих республиканцев, не готова голосовать за Трампа. Ну, слушай, Трамп тоже не такой прям молодой человек. Ему 76, кажется, лет. То есть... Что интересно... Он не намного моложе-то. Да. Те тезис, который Трамп использовал в своей предыдущей кампании против Байдена... Сейчас, кстати, Трамп, обратите внимание, он ни слов не говорит про возраст Байдена. Он говорил это в прошлой кампании. Ники Хелли взяла на вооружение против Трампа. Она теперь говорит о том, что, значит, он не молодой человек, и нам нужно молодое лидерство. Ей 52 года. Для политики американской это фактически вот... Юность. Юность, юность. Давай поговорим про еще одну прекрасную женщину. Членку, членку. О, какой феминитивный придумал. Господи. Членку, да. Ну, не членесса, но там спасибо. Мы с Анечкой Шалютиной очень любим феминитивы. Да. Вот. И с Виталием. Виталий сочувствующий. Я поддерживаю вас. Мы не сомневались. Членку вот этого склода, я имею в виду Льхам Омар. Она сомалийка, кто не знает, да. Она вот из этого ряда демократки за шариат, да. Это Рашид Атлаиб, палестинка. Это Ильхам Омар, вот, сомалийка, да. Но есть еще Александрия Окасио-Кортес. Она не мусульманка, но она такая сочувствующая. Демократки за женское обрезание. Что-то типа того. Ильхам Омар выступала на собрании сомалийской диаспоры в Соединенных Штатах Америки и сказала «Сомали прежде всего». И там в Америке сейчас пошла волна хейта. Типа «Сомали прежде всего, дорогая, пожалуйста, отправляйся-ка назад в свое Сомали». Да, она же беженка, типа она приехала в Америку, чтобы спасти свою жизнь. Она бежала из Сомали, чтобы спасти свою жизнь. А сейчас оказывается, что Сомали превыше всего. Причем она там говорила, что самое главное – восстановить границы Сомали, вернуть сомалийцам все территории, которые у них отнимают и так далее, и так далее. Вот похоже, что начинается закат ее политической карьеры. Если помнишь, была такая барышня Линда Сарсур, которая тоже была за все хорошее, за все, за БЛМ, за шариат, за противоисламофобии, за МИТУ, вот за все эти дела. Страшная антисемитка, конечно. Потом так хоп и исчезла. Вот мне кажется, что Ильхам Аммар тоже, по-моему, перегнула палку. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что да. Я вот как раз перед эфиром смотрел, что на эту тему говорят сейчас. Ну и понятное дело, что сейчас это стригерило в большей степени республиканцев. Ронда Сандес призывал к ее депортации. И вот тема ее депортации, ее схватили сразу все в СМИ. Она распространяет и джейпост сразу написала. Возможно, значит, депортации. Ну, конечно, никакой депортации не будет. Ну, она гражданка США, конечно. Она гражданка. Но, да, я думаю, что это гвоздь в ее политической карьеры. Потому что, ну, понятное дело, что есть какие-то совершенно чокнутые либералы, которым нравится такая наднациональная, значит, надамериканская риторика. Но, конечно, мейнстрим демократов это не потерпит. Тут нет, конечно, списков. Ее нельзя ниоткуда убрать из списков. Но я полагаю, что в ее дистрифте, откуда она избиралась, на это будет какая-то реакция. Я не думаю, что они ее второй раз выберут после таких сообщений. По крайней мере, ее противники будут даже в внутридемократической партии. И будут это активно против нее теперь использовать. Фарш невозможно продернуть назад в этом смысле. Но в ее Миннесоте очень большая сомалийская диаспора. По-моему, самая большая по численности в Америке. Так что у нее там много избирателей, может быть, которые считают, что Сомали прежде всего. Сейчас выйдет на улицу, в ее защиту. Понимаете, в чем дело? Вот большинство же этих сомалийцев, они попали туда за тот короткий период, когда американские войска стояли в Сомали. И они как бы спасались. Это были коллаборанты. Это были те, кто сотрудничал с американцами, когда они стояли в Сомали. Это было при Бараке Убаме, по-моему, это было, если я не ошибаюсь. И вот сейчас такие они, оказывается, сомалийские патриоты. Кстати говоря, вот говоря об этом, очень интересно, что Ники Хелли, несмотря на то, что она сейчас второй номер, она вообще дочь иммигрантов из Индии. И это тоже очень интересно добавляет в ней краски, портрет, и аудитория, к которым она обращается, она еще и вот такая. То есть, скажем, ее родители легально эмигрировали в США, и она выступает за легальную миграцию и за жесткие вот эти... То есть, эта тема, я думаю, что сейчас ляжет, тема, значит, лояльности Конгресс-фуман, она ляжет на уже подогретые угли вот этой проблемы на южных границах, да, как это вообще сейчас все происходит? Ну, конечно, Америка же идеологически страна эмигрантов, которые со всего мира там обездоленные приезжали в Америку. Это же как бы часть идеологии Америки, это приемыгрантов, но не вот эта вот толпа, которая рвет через все границы из Мексики толпа людей, которые едут туда не за идеалами свободы и демократии, а просто потому, что там они с голодухи пухнут. Именно, да, именно вот об этом сейчас говорят в контексте ситуации в Техасе. То есть, американцы согласны на эмиграцию в США людей, готовых стать американцами, то есть, готовых разделить ценности свободы, вот есть у Карла Поппера такая знаменитая книжка, по-русски она, кажется, называется «Враги свободного общества», если я не ошибаюсь. Вот он в этой книге описывает то, как, значит, пришлые народы из несвободных обществ начинают, это когда было, когда он это писал, сколько, 60-70 лет, они начинают манипулировать свободами открытых обществ для того, чтобы иметь возможность жить опять закрыто, да, то есть, значит, обеспечивать свои, там, не знаю, религиозные какие-то там нужды или... Ну вот сомалийцы, вот сомалийцы, приезжает к ним Линда Сарсур, начинает им говорить, что Сомали это вообще величайшая культура, и Сомали превыше всего, и не надо тут становиться американцами, мы должны быть сомалийцами. Да, она, кстати, сказала еще одну интересную вещь, которая меня поразила. Она сказала, мы прежде всего сомалийцы, уже во вторую очередь мусульмане, то есть, с ее точки зрения, ее идентификация как сомалийцы, должна быть выше, чем ее идентификация как мусульманки. Вот мне кажется, что тоже какая-то трансформатор. Я думаю, что она вот совсем себя с американцами не идентифицирует. Как мало надо для того, чтобы поднять охваты в наше смутное время. Всего лишь один феминитив скромный, понимаешь, и все, и взрыв просто. Членка, да, членка. Членка, и все, и взрыв в аудитории. Берем на вооружение, надо брать, надо брать. Марк. Да, коллеги, я с вами. Ты с нами, ты с нами. Да, вот, мы говорили про Ильхама Мара и вот эту удивительную такую дилемму, как приезжают люди из... Слушай, по-английски даже какое-то есть какое-то есть определение по этому поводу из... Не помню, не приходит сейчас Главное не сказать недружественных странах. Не, не то, что не из недружественных стран, а из типа задницы мира приезжают люди и в Америке вместо того, чтобы интегрироваться в демократическое обеспеченное благополучное общество, они начинают пытаться все переделать, чтобы было так, как вот в той дыре, из которой они приехали. Вот что-то в этом роде. Сейчас я вспомню, как это американцы называют. Но какая сейчас ситуация с этим потоком из Мексики? И я так понимаю, что у демократов на данный момент нет решения этой проблемы и даже там дошло просто с активным конфликтом с Техасом. Да, я сейчас вот расскажу, в принципе, в чем суть проблемы сначала. про то, как к ней относятся здесь американцы. Суть проблемы заключается в том, что только за декабрь месяц нелегально границу с США из Мексики пересекли 300 тысяч человек. И это конечно пик за все время наблюдения. То есть 300 тысяч человек в месяц переходит границу нелегально. Теперь по разным оценкам, если сложить цифры от 250 до 300 весь год каждый месяц переходили и до этого все годы президентства Трампа, то можно сказать, что примерно 3 миллиона человек в год нелегально переходит границу с США. И это только те, которые сдались потом властям и попросили убежище политическое. То есть если тенденция продолжится, можно представить, если 3 миллиона в год, то это 30 миллионов за 10 лет. То есть это фактически 10% от населения страны может прибавиться к стране за 10 лет. И понимаем мы здесь, что это не репатрианты, вделяющие какие-то культурные ценности или еще что-то. Это люди с совершенно разными мотивами приезжающие. Это люди, у которых нет оснований для того, чтобы приезжать. У них никто не пускал, не отбирал. Никто не знает, не проверял их криминального прошлого, никаких там ничего проверок нет. Это просто люди, которые переходят реку и остаются таким образом в США. Да, там же еще такие страны, как Мексика, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, просто там криминальное прошлое просто вот кристально чистое у всех может предположить. Кстати, Мексика в последние годы в меньшей степени, то есть они используют Мексику как хаб, но мексиканцы уже давно не переходят к границам. Мексика относительно всех латиноамериканских стран, она относительно ведь богатая. Вот сейчас массовый наплыв из Венесуэла до этого, вот год назад. Но Венесуэла, по-моему, скоро вся переедет в Америку, потому что там жить невозможно уже. До этого, надо сказать, что русскоязычные нелегальные мигранты в десятки сейчас находятся в топе, то есть после начала войны, и из России, и из Украины. А, потому что они летят в Мексику, а там они переходят к границу. Да, да, потому что у России с Мексикой безвизовый режим, и огромное количество россиян перешло к границу за последние годы. А сколько? делал, в общем, Байден. Я не знаю точные цифры, но я полагаю, что речь о сотнях тысяч, о сотнях тысяч людей, вот если взять все время сначала. И они все подают на политическое убежище, да? Да, как эта механика устроена? Они переходят границу, они подходят к полицейскому, говорят, я хочу получить политическое убежище. Офицер забирает этого человека в некий детеншн-центр, вот в такую условно-такую миграционную тюрьму, назовем ее. Там, конечно, нормальные условия, там кормят и так далее. Там он неделю ест бури, то и едет дальше. Я знаю лично нескольких людей, которые прошли этот путь. Там открывается на него дело в суде, дела в американском миграционном суде по разной причине, в том числе не без участия администрации Байдена, рассматриваются на протяжении шести там лет, пяти лет, семи лет, в зависимости от штата где-то рассмотрение. Вот на все время рассмотрения, даже если у тебя нет никаких оснований вообще, ты имеешь право находиться в Америке, собственно, люди этим и пользуются. В Американских странах они приезжают вот эти 5-6 лет, работают, у которых получается зацепиться, оставляют, остальные уезжают. Соответственно, вот эта модель. Что сделал Байден, когда пришел к власти? Он, во-первых, остановил полностью депортацию из США вот этих самых нелегальных миграционов. То, чем занимался Трамп, он говорит, если нет оснований, сразу нужно отправлять до того, как еще дело открыто. Потому что как только дело открыто, все, это суд, это процесс. Тут ты зависишь уже от процесса. Ты можешь только ускорять его. Это процесс, но ты его не можешь ничего с ним сделать. Соответственно, он депортировал. И там были депортации, значит, в ГАИ, депортации туда-сюда и так далее. Байден отменил депортацию и сказал, что это бесчеловечно. Следующее, что сделал байденский администратор, меня это поразило больше всего. Они придумали приложение, используя которое человек, находящийся в Мексике, желающий нелегально перейти забор или перейти реку, он делает там такое, как бы, то есть назначение делает себе, очередь. И ему говорят, в какое место, куда подъехать. Некое, значит, НКО полезных идиотов, оно сажает его в автобус, его в определенное совершенно место на границе довозят, высаживают, там его уже встречают американскую полицию, забирают, и возят в бетеншин-сентр. То есть, это прям все включено, услуга, да? И вот этим приложением сейчас пользуется абсолютно большинство вот этих вот нелегальных миграций, переходящих границ. То есть, это легализованная нелегальная миграция. То есть, представьте, вообще, в нормальном обществе, как это вообще возможно, ну, то есть, никаких виз, никаких проверок, никаких прививок, ничего, просто ты переходишь, делаешь очередь и переходишь границу. И потом они, значит, растеляются по всей стране. Что сделали в 2022 году республиканцы? Они решили, что, так как эта проблема больше всего касается, значит, ну, красных штатов, то есть, южных штатов, там, частности, ну, Нью-Мексика, там, и Техас, в большей степени, а также Флорида, во Флориде до сих пор плывут на лодках, тоже, кстати, интересно. Я один раз видел такую лодку. И они, значит, что придумали? Они придумали встречать этих людей с детеншин-центров, сажать их в автобусе и отправлять в самый демократический штат. В частности, они отправляли в даунтаун Лос-Анджелеса, отправляли в Нью-Йорк, в штаты, которые больше всего, значит, либерально всего, по понятным политическим причинам, относились к этой миграции. Через год такой политики в прошлом году мэры этих городов, куда отправляли, забили на ват, сказали, что наша система не выдерживает, нам нужно срочно остановить нелегальные миграции. Нью-Йорк просто взвыл, потому что там просто улицы в Манхэттене переполнены людьми, которые ищут какую-то паденную работу, там, не знаю, гадают на картах, что-то там пытаются куда-то устроиться, что-то продать, в общем-то, какие-то уличные торговцы нелегальные появились. Просто попрошайки просят деньги. Попрошайки просто просят деньги, да. вместо республиканской проблемы, ну, потому что она в республиканских штатах, это стало проблемой и демократических штатов, и люди, наблюдая за всем этим со стороны в виде толпы этих, ну, обездоленных, нищих, с детьми, там, ну, как их везут, как их пускают в страну, да, они, конечно, стали писать своим конгрессом, и теперь это еще и демократическая проблема. Теперь права... Ну, я не знаю, но все-таки в Америке, наверное, им же какие-то пособия-то дают, это же не то, что они голодают. Им, да, они, опять же, не во всех штатах, только в демократических штатах есть социальные программы, которые их там ставят на посту обитали, в республиканах Штатов такого практически нет, только от НКО какие-то частные дотации, но глобально, я вот еще и читал специально, что пишет про это, значит, ну, самая левая газета в США, Нью-Йорк Таймс, даже Нью-Йорк Таймс пишет о полном провале политики, о миграционной политике Байдена, потому что это теперь уже национальный вопрос, то есть, миллионы людей перешли границу за последние сколько лет, да, и только сейчас, в год выборов, это наконец-то стало темой обсуждаемой, до этого эта тема вообще на самом деле не обсуждалась, это обсуждалось только внутри эмигрантских кругов, как кто переехал, какие кто использовал аргументы для того, чтобы подать на политическую бережу и так далее, это, конечно, поразительно. Трамп сейчас скажет, я же вам говорил про стену. Нет, ну, стена до сих пор стоит на повестке дня, но если они назначают себе аппоинтмент и без всякого труда переходят границу практически легально, то как поможет стена, тут надо менять что-то на уровне президента, а не на уровне строительства стены, я так понимаю, что стена не решит все проблемы? Да, собственно, что произошло с этой стеной, вот, даже не со стеной, а с тем, что произошло в Техасе, там есть большой национальный парк, где вот эта течет река Реогранда, и они в местной местной власти вдоль этой реки с американской стороны выставили контейнерами такие вот 17-ти футовыми или 20-ти футовыми контейнерами стену и завесили ее с двух сторон колючей проволокой, ну, этот кадр знаменитый, как люди переходят, а там она сейчас сухая река, донесен, они переходят вброд эту реку и стоят и смотрят, а что дальше делать, потому что перед ними вот этот вот контейнер, весь замотанный проволокой, а на нем стоят какие-то там местные вот силы безопасности. Соответственно, конфликт, ну, тут несколько моментов нужно понимать, что, во-первых, этот парк не слишком-то большой, то есть, как бы заканчивается этот парк, дальше течет река и там нет никаких контейнеров, там эти мигранты продолжают переходить реку так, как они хотят в нескольких местах там никакой реки даже уже нет, там она появляется эта река только в сезон дождей, соответственно, ничего там не изменилось, но, конечно, вот сейчас штат говорит о том, что мы собираем деньги вот с 25 штатов, которых, им помогают Техасу и они будут строить вот эту стену из контейнеров, значит, дальше продолжать ее, потому что это доказало свою эффективность вот в конкретном этом моменте. Теперь конфликт с федеральными властями заключается в том, что, вообще-то говоря, государственный границ это юрисдикция федеральных сил, не сил штата, но у штата есть легальные претензии к федеральной власти, если вы не защищаете нашу границу, а они де-факто ее не защищают, это 300 тысяч человек в месяц переходят, то штат имеет право объявить чрезвычайное положение, они даже объявили военное положение, и начать защищать свои границы самостоятельно. Значит, белократы называют это популизмом, якобы тут это все там политик, игра в политику, но местные власти говорят о том, что у нас нет другого выбора, принципиальная позиция Байдена заключается в том, чтобы никак не участвовать в администрировании этого кризиса, то есть абсолютно абстрагируется этого, поэтому мы будем строить нашу стену, как мы хотим, и мы не будем соблюдать национальное законодательство в области охраны государственной границы. И вот тут, собственно, произошел конфликт. И я не вижу разрешения этого конфликта до выборов. Но у Техаса разве есть свои силы? Это что, нацгвардия? Это полиция? Нацгвардия? То есть это просто, скажем так, обеспокоенные граждане? У Техаса есть свои вооруженные силы, которые могут выполнять роль пограничных этих, значит, подразделений. Но это не регулярная армия, это не американская армия? Не регулярная, нет. Больше того, вот эти 25 штатов, часть из них уже направила туда свои силы, тоже своих вооруженных. То есть вооруженные полицию штатов, я не знаю, как он у нас. Я, кстати, уверен, что это национальная гвардия. По-моему, национальная гвардия это федеральный орган. Так вот, они туда отправляют эти силы. Силы самообороны штата? Да, да. Вот территориальная самооборона, да. Плюс они набирают огромное количество волонтеров. Сейчас это хайповая тема, все хотят присоединиться. То есть все там республикации, ну, понятно, что в Техасе открыто, ношение оружия, не нужно ничего этого там делать. Границ на этом, условно говоря, контейнере контролирует вот этот километр. Ну, а что они будут стоять с оружием, если попрет толпа, они будут стрелять по людям? Не, они не имеют таких прав. В этом-то и, собственно, проблема заключается, да. То есть у них нет никаких полномочий вот конкретно волонтеров, да. А количество вот этого лоу-энфорсмента, то есть вот этих полицейских подразделений недостаточно, чтобы что-то решать. Более того, даже если бы их было достаточно, фактически ситуация выглядит таким образом, что если они видят людей, которые уже перешли Границов, перешли реку, они должны их, ну, с ними вступить в контакт, и в этот момент случается вот эта история, я прошу политического убежища. Вот, в тот момент, когда он это произносит, все. Да, но кому он это произносит? Он же... Неважно, любому представителю власти, любому представителю власти. А если это дружинник? Ну, я не знаю, нет, но дружинник, наверное... Но дружинник должен его, значит, представить перед представителем власти. Да, это тут получается такой тупик. И ломанется толпа, они же, они не могут стрелять безоружных людей, тем более женщины, дети, ну, куда? То есть ситуация такая, довольно-таки, тупиковая. И, видимо, Трамп был прав, когда он сказал, что надо построить стену, высокую стену, через которую никто не перелезет. Как в свое время Израиль построил вдоль границы с Синаем. И, кроме того, вот еще нужно понимать, что вот этот год, последний год президентства Байдена, а люди не дураки, да, они ведь тоже в латиноамериканских странах смотрят, куда ветер дует. Они понимают, что Байден доживает последние политические месяцы. И они знают, что сделает Трамп. Он уже сказал, что он построит стену там, у него сейчас есть полная поддержка в этом смысле, да, и он начнет депортаж. Сейчас вот эти люди, они в эти месяцы пытаются воспользоваться последней возможностью вот так вот бесплатно пройти на территорию США и остаться там на эти 5-6 лет, пока их там кейс рассматривается, да, пока они там заключают какой-то фиктивный брак внутри своего сообщества с уже получившими, значит, этот статус, да. Поэтому они сейчас все ломанулись туда, и, конечно, их никакие эти патрули не остановят, они найдут другие штаты, они пойдут через Аризону, который, кстати говоря, вот, Свинкстейт, или даже склоняющийся в сторону демократов, штат, у них тоже огромная граница, которая переходит и так далее. То есть, они найдут новые лазейки, и они будут идти огромным, вот этим миллионным потоком до того, как, до выборов. И потом, я полагаю, что этот поток имеет шанс прекратить. Да. То есть, эта вся ситуация, она накачивает электорат Трампа? Конечно, да, да. Да, ну, кстати говоря, я бы сказал, что он накачивает электорат всех, кроме Байдена, потому что, если бы у Байдена была бы хотя бы какая-то альтернатива в демократической партии, но у него нет, ну, фактически, да, эта проблема, вот сейчас, одна из тех проблем, которые убивают его рейтинг, просто окончательно. По последней социологии, которая у нас в Израиле так сейчас широко публиковалась, 80% американцев поддерживают Израиль. Это очень хорошие данные, это даже выше, чем было после 7 октября. Вот, чем ты это объясняешь? Я это объясняю тем, что, с несколькими моментами. Во-первых, я думаю, что тезисы, ну, во-первых, американская пресса так или иначе начала подавать информацию о том, что на самом деле в Газии все это время строилась, да, вот эта вся инфраструктура террора. Мне местные американцы, с которыми я на эту тему разговаривал, они говорили, ну, все изменится, когда Израиль действительно опубликует подтверждение того, что они там под больницами строили туннели. Для нас это такая очевидная вещь, что какое-то подтверждение нужно, мы все знаем об этом, да, но для американцев они до конца не верили. Мне кажется, когда эти кадры начали попадать, о том, что там действительно произошло в Газии, как они это все, потом дополнительно все эти новости про ООН, информация о заложниках, компания, которую ведут семьи заложников на Западе, феноменальный успех имеет. К ней присоединились кстати говоря, я не знаю, в этом, по-моему, не участвуют никакие официальные органы публичной дипломатии, но к этой компании родственников, они, кстати говоря, часть из них американцев, что тоже сыграло свою роль, присоединились там все адекватные звезды Голливуда, музыканты, большинство политиков, Илон Маск, который ходит с медальоном и так далее. То есть я полагаю, что вот это вот все вместе, оно в какой-то момент, а, ну и плюс, ситуация на улицах американских, больших городов, где, значит, про-палестинские, про-хамасские, демонстранты дошли до ручки, да, недавно они, значит, маршировали возле онкологического центра, обвиняя онкологический центр в Нью-Йорке в содействии оккупации. То есть вот это все американцы видят, и я думаю, что вот они, во-первых, сами себя в ногу выстрелили, и второе, конечно, семинальный успех вот этой компании общественной, которая здесь происходит, и она, конечно, склонила вот эту вот, эту чашу на сторону добра, что ли. Да, ну вот вчерашнее слушание в Конгрессе, где американские конгрессмены разбирали по косточкам УНРУ, этот самый Бапор, и, в общем-то, мы слышали довольно серьезные претензии, я так понимаю, что этот, кстати, процесс, который был начат еще при Трампе, Трамп же сказал, что Америка прекращает финансирование Бапор, финансирование УНРУ, и сейчас, собственно говоря, Америка тоже первая прервала финансирование этой организации. Вот что, на твой взгляд, будет происходить дальше? Кстати говоря, США при Трампе еще перестали финансировать ЮНС, когда те назвали еврейские национальные исторические ценности палестинскими национальными историческими ценностями. Но потом США обратно начали финансировать ЮНС и президенты. Я думаю, что как только Трамп придет к власти, начнется... Ну, этот процесс уже сейчас идет, просто при Трампе он будет более вокальным, более громким. Начнется аудит всех этих организаций, связанных с ООН, потому что сейчас начнутся судебные процессы против этих организаций. Они уже идут, скажем, семьи заложников подают в суд на эти организации за то, что... Ну, за все это и так далее. Это все будет всплывать постепенно, будет все больше публикаций на этот счет. И я полагаю, что это должно в конечном счете изменить принцип работы вот этих организаций. Про будущее Бапора я полагаю, что оно очень сомнительное. Я думаю, что эта организация в ее текущем виде, в ее текущем руководстве, в ее текущем финансировании, она не будет существовать. А я напомню, что практически половина всего финансирования ООН, всего бюджета ООН уходит на эту организацию. Сегодня же вообще, конечно, беспрецедентно. И я думаю, что этой ситуации не будет существовать. Я думаю, что статус палестинских беженцев при помощи администрации Трамп будет пересмотрен. Вопрос об этом будет поднят. Не знаю, как это будет происходить. Вот серьезно. Потому что в Генеральной Ассамбле это точно невозможно будет провести. Но как они это будут проводить? Может быть, решение через Международный суд ООН? Потому что Международный суд ООН имеет право принимать решение не только если ЮАР подается на Израиль, но и по спорным вопросам внутри самой организации. Ну да, где это видано, чтобы беженцы 10 поколений были беженцами? Где это видано вообще? И теперь для этого есть основания. То же самое будет по поводу ЮНЕСКО, то же самое будет по поводу всех других организаций, которые кормились на этой теме годами, а их десятки. Как только Израиль соберется с мыслями и начнет публиковать информацию о том, как финансировали Хамас все эти годы, а мы знаем, что у руководства Израиля есть эта информация, видимо, из-за какой-то новой концепции, значит, власти ее не хотят публиковать, но как только эта информация что-то проходит, вот как сейчас случилось с этими сотрудниками Бапора, эта информация об этих сотрудниках была у Израиля давно. Вот сейчас Израиль каким-то образом ее опубликовал через зарубежные западные СМИ, и она стала темой номер один в мире. Как только Израиль решит открыть кейс Хамаса всему миру, эта тема будет поднята. Но я полагаю, что, и простите меня за мою политизацию, но я полагаю, что не в интересах части политической элиты Израиля открывать полностью всю информацию о том, что там все эти годы с Хамасом происходило, и какие решения на это принимались. Поэтому они так аккуратны сейчас, так аккуратнень сейчас, согласны относительно той информации, которую они передают вот этим западным средствам массовой информации. Но будет государственная комиссия по расследованию, они-то все эти документы затребуют, там скрыть ничего не получится. Я надеюсь, что все равно все это всплывет. Да, но комиссия государственная по трагедии на Гарри Миро заседает уже сколько, два с половиной года, больше даже, да, и у нас были какие-то промежуточные какие-то экстетменты, но результатами окончательно даже не пахнет. И уже прошло несколько лет, а ситуация, я полагаю, связанная с днем октября и со всем этим клубком противоречий, противоречий, противоречивых решений связанных с днем октября, она намного сложнее, чем трагедий на Гарри Миро, где не нужно быть гением расследователем, чтобы понять, что там вообще происходило. Ну, давайте по-честному. Мы все понимаем, что там произошло. Соединить, значит, провода не составляет никакой сложности. Я думаю, что вот эта комиссия, если она будет работать в той же манере, она будет работать просто 5-6, возможно, лет, да, и политическая ситуация изменится, и народ подуспокоится и так далее. Поэтому я бы не слишком рассчитывал на эту комиссию вот в этом конкретном смысле. А вот что произойдет, ты все время говоришь о том, что как только Трамп придет. Если все-таки это будет не Трамп, ну, вот будем исходить с того, что все-таки еще какой-то шанс у Ники Хэля остается, то же самое будет происходить? Я думаю, что с Ники Хэля будет более предсказуемой ситуация, потому что как раз это то, что, скажем так, политические взгляды Ники Хэля от политических взглядов Трампа, внешнеполитических, практически не отличаются. Но при этом Трамп остается непредсказуемой фигурой, эмоциональной. Он может принимать достаточно эмоциональные и невзвешенные решения. В этом смысле мы не знаем, что он, например, из-за его конфликта с Нитаняо, он может себя повести как-то странно, если не то, что он до сих пор будет у власти. Я не знаю, то есть мы не можем предсказать его просто поведение. А в этом смысле Ники Хэля, конечно, более предсказуемо. А про его шансы, вот я как раз начал говорить, единственный шанс у нее, кроме вот этого малого шанса, что Трамп не будет допущен до выборов, во что мне слабо верится, ее последний шанс это вот, то есть Праймерис еще будет продолжаться пять месяцев. Но обычно, когда двое Праймерис подряд кандидат проигрывает, это значит, что он дальше не выигрывает. Но вот сейчас Южная Каролина, Ники Хэль там будет выступать, это ее штат, она там была губернатором, есть шанс, что она там выиграет, и если она там выиграет, гонка будет продолжена. то она остается. А если она проигрывает, Если она не выиграет, то она снимется. Я думаю, что она снимется, по крайней мере, до того момента, пока Трамп не будет снят. Ну, будет вице-президентом или госсекретарем. Вот, да, я думал, что она может быть вице-президентом, это был бы идеальный выход для Трампа, но он уже сказал, что он не рассматривает этот вариант, и вообще вся мага, вся вот его команда назвала ее чуть ли не предательницей, сказали, что она флипт, она дислойл, и таким нет места, и назвал ее, она вообще-то не очень талантлива, она середнячок, он ее назвал так, середнячок, что она на самом деле ничего такого, то есть, как будто бы он уже мосты эти сжег, и, собственно, она тоже говорила о том, что она не рассматривает вариант, но понятно, что после поражения, если оно будет, да, ситуация может измениться, и за много месяцев эта информация может как-то там забыться, но пока вот так это выглядит. Сразу вспоминается Яцарь, слава своего царского хозяина, захотел, дал, захотел обратно, забрал. Марк, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо. Основатель телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марк Новиков был в эфире Лучшего радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова